Начнем мы, наверное, с моей самой любимой вещи, которая мне больше всего понравилась. Это такой комбинезон, ромпер их еще правильно называют. Сразу извиняюсь за звуки и скрипки, потому что у меня не было другого времени, чтобы снять это видео, и сейчас здесь проходит урок, поэтому sorry. Это комбинезон-ромпер, он довольно-таки длинный, но не до пола. Летний, легкий, из натуральных материалов, он хлопковый, но минус хлопков в том, что он, конечно же, мнется, только вы его погладили, сели, он уже мятый, но в принципе это не сильно видно, и комбинезон действительно крутой. Сзади у него большой вырез на спине, и есть такой золотой замочек. Как по мне, он сел очень круто, не знаю, мне безумно нравится, его можно носить как casual, также можно его носить и с каблуками, и сделать из него какой-то более такой интересный образ, в общем, на все случаи жизни, летом в самый раз. Следующая вещь, это нежно-розовый пиджак, обожаю этот цвет, вот это вот мой самый любимый оттенок розового, единственная проблема, я его не смогла погладить, я пыталась это сделать пароотпаривателем, но у меня не вышло. А утюгом погладить не могу, потому что у меня нет гладильной доски на данный момент, поэтому пока что он в таком виде, но скоро я его отглажу, не переживайте. Очень такой плотный, хорошенький пиджак, качество просто обалденное, без ниток, без всего видно, что он действительно качественный. Я в восторге с этого цвета, сидит круто, он удлиненный, я обожаю удлиненные пиджаки, не люблю, когда они короткие, потому что мне кажется, это мне не очень подходит. Просто как дополнить любой образ, будет идеально, ну и также и на прохладные вечера, к примеру. И также у него рукава, кстати, укороченные. Хотелось бы, конечно, длинные, но эти тоже смотрятся неплохо. Почему так резко потемнело для солнышка? Следующее платье довольно-таки официальное, и в нем слишком жарко летом, поэтому его нужно наносить в прохладную погоду. Оно такое коротенькое, черно-белое, в вертикальную полосочку необычную на пуговках спереди, и оно внизу укорочено, а сзади удлиненное. И также сзади есть необычная деталь. Это как бы вот такой поясок, соединенный большим медалическим кольцом, что позволяет как-то показать, что у вас все-таки есть стали, потому что платье сделано супер прямым, неприталенным, но вот этот поясок спасает всю ситуацию. Идем дальше, и у нас опять платье красного такого винного цвета и с белыми цветочками. Оно по мне такое нежное, у меня уже были в нем фотографии, кстати. Вы можете посмотреть их в инстаграме, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Я от этого платья в восторге, оно такое нежное, такое приятное, какое-то летящее. Спереди у него есть такие длинные завязочки и также резинка на талии, которая подчеркивает ее. Не знаю, я в восторге с этого платья, оно мне безумно понравилось. Идем дальше, и я заказала вот такую вот рубашку молочного цвета. И как мне кажется, это какая-то расцветка Гуччи. У нее на рукавах есть такие полоски красно-зеленые, также пуговички, очень красивый элемент. И самая главная деталь, которая отличает эту блузку от многих других, то, что у нее есть как бы такой бантик, который вы можете завязать на шее. Но вы можете завязать как бантик, а можете сделать как галстук. Но эта деталь, как по мне, очень яркая, и она круто украшает эту рубашку. И эти полоски красно-зеленые очень как-то хорошо сочетаются с волосами. В общем, в целом рубашка тоже классная, легенькая. И единственное, что она снизу слишком широкая, то есть она не приталенная, поэтому ее лучше куда-либо заправлять, либо же носить с какими-то штанами лаптяжку, чтобы это не было как балахон. Идем дальше, и у нас на очереди платье. Очень странное платье, я почему-то ожидала чего-то другого, чего-то более легкого и летнего. Вот такое вот платье, оно серебристое, с черными полосочками. Снизу есть вот такая вот бахрома. Также она есть на верхней части платья, и к нему идет черный пояс. Не знаю, как по мне, это слишком такой какой-то тяжелый вариант. Конечно, не летний и не дневной совсем. Но на вечер с туфельками, я думаю, что будет смотреться неплохо. Идем дальше, и следующее платье, на которое я очень рассчитывала, но оно меня немного подвело. Оно черное и с такими же цветами, как у предыдущего красного платьюшка. Такой летний, легенький сарафанчик на пуговицах до самого пола. Здесь есть карманы, такое легкое, красивое платье, но проблема в чем? Проблема в размере. Все вещи, которые я заказала, размер эско. Но у этого продавца не все, как у обычных китайских продавцов. То, что вы знаете, китайские вещи обычно маломерят. Приходится что-то заказывать большего размера. Но не тут-то было. Если вы видите где-то иксеску, и вы такая же, как я, или же меньше, то заказывайте иксеску. Потому что это платье эс, и оно мне просто нереально огромное. В принципе, все другие вещи, они мне как раз. Из-за того, что я высокая, это все как-то так уравновешивается, и мне идеально подходит. Но с вот этим платьем так не получилось, и оно мне очень широкое. Единственный вариант его либо ушивать, либо же подарить маме. Поэтому я думаю, подарю его маме. Также я заказала себе юбку, и она рассчитана уже на осеннее время. Потому что для лета этот цвет как-то не очень подходит. Вот такая обалденная юбочка. И это единственная вещь, которую я заказала в размере М. Ну и в принципе пожалела, потому что я думала, что она будет маломерить мне. В целом юбка очень классная. У нее обалденный материал. Она такая мягкая, ее хочется трогать и трогать. Она сделана как бы под замшу, но это что-то очень такое мягкое и бархатное. И выполнено все супер качественно. Ну и конечно же здесь есть такая красивая деталь, как шнуровка по бокам юбочки. К этой юбочке, ну не только к этой юбочке, у меня есть блузочка. Да, я люблю рюши, если честно. Поэтому тот тренд, который сейчас зашел с рюшами и со всем этим, мне конечно же нравится. И я заказала белую блузку. У нее крутые длинные рукава, потому что мне обычно рукава короткие, но здесь рукава как раз по мне. Золотые пуговицы есть как на рукавах, так же и спереди. Такой воротничок с рюшечками. Очень легенькая белая блузочка. Как по мне она такая нежнейшая. Какая-то блузка принцессы, я не знаю, но я от нее тоже в восторге. И последняя вещь с этого сайта, это еще одно платье. Платье обалденное. Я обожаю полоску, а полоску бело-голубую я обожаю вдвойне. Поэтому я заказала там такое платье красивое. Оно длинное, практически в пол. Довольно-таки легкое, но не просвечивается, потому что снизу есть подклад, чтобы не было видно ваше нижнее белье. И сзади него довольно-таки открытая спина и есть завязки. Я в нем уже гуляла на океане. И по-моему это идеальный вариант для океана, для моря. Что-то вот такое вот в морском стиле, что-то связанное с водой. Надеть соломенную шляпу, босоножки и получится у вас прекрасный летний образ.